Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Варзиш! Мы продолжаем беседовать с интересными личностями сферы спорта страны на этот раз все несказанное нам расскажет игрок олимпийской сборной таджикистана по футболу и минского динамо муаммад логиков молоден давайте приветствовать давай сразу к делу ты давно уже находишься в беларуси и играешь там как там оказался был 2012 году где-то середина сентября папа приехал с олимпиадой он сказал есть такой вариант поехать на просмотр беларуси в динамо минск я прошел трехнедельный цикл сборов подготовился и поехал беларусь я был там на просмотре где-то недели две тренировался уже со старшими так как все были в отпуске и меня оценивал тренер второй команды динамо минска дуб как что как дубль считался он петр петрович качура этот известный футболист нападает очень хороший нападающий который играл в англии шефл юнайтен и так посмотрели неделю две и понравился как игрок как футболист и остался там ты же до переезда в белоруссию играл в республиканской школе высшего спортивного мастерства да я тренировался за индина рахимова мы и был сборной 98 года и мы очень много трофеев выиграли с этой командой до сих пор ребята которые играют выше вышили клуба таджикистана и до сих пор держим со всеми связи и с тренерами совсем как проходила датация к футболу белоруси на самом деле первое время было очень тяжело как бы я поехал туда мне было 14 лет у меня там никого не было ни родителей не родственников вообще никого они ну как мне 14 было и там воспитатель не смотрели за мной где-то плохо себя вел они понимали что и спасибо им за это и самой главной проблемой было это холод холода это нереальная холода и вот минус 8 минус 10 мы тренировались я это не любил ты приходишь после тренировки ноги замерзшие все замерзло еще в душе под горячей водой все очень болело что-то почувствовал первым когда вот впервые пошел на тренировку динамо какая отличительная черта скажем школ футбола таджикистана и белоруссии там все организовано мне вот организованность понравилось и тренер подходит объясняет каждому игроку как что в общем это было они тренировали базовую школу физических нагрузок таких не было и было только школа и с мячом все было организация у нас тренировка утром обед школа у нас было обед и вечером тренировка и так каждый все организовано было и нам нужно было хорошо учиться и тренироваться это все в одном целом недавно ты дошел до уровня молодежкой то есть дубля минского динамо и с этой командой вы выиграли чемпионат расскажи про тот сезон это было позапрошлом году у нас тренером был тренером дубля стал тренер который тренировал меня в детской и юношеской школе это мустыгин михаил михалович это очень хороший тренер мы с нему очень многое прошли вместе ну тогда у нас состав тоже подобрался очень хорошие очень молодые ребята был были я был один это у меня третий год был уже в дубле я бы был один из старших футболистов и как сказать в команде все было хорошо гармония была и ребята хороший коллектив хорош собрался и мы выиграли это чемпионат у нас только одно поражение было за сезон и так чемпионство после этого клуб первой лиги белоруссии делает против предложения минскому динамо и тебя отдает в аренду белшин почему именно этот клуб и почему первая лига когда я поехал туда первый день там тренер специалист который очень мне понравился его видение игры он как видел меня в игре этот юрий иосифич пункт несмотря на преимущество главный очень переживал и эмоционально высказывал свои недовольства некоторым членам команды это первый тренер хлеба который на профессиональном уровне его воспитал я сразу не по у нас им поговорили он сказал я вижу что там мой игру у нас все заладилось и мы в первой лиге тоже с лучшими выиграли чемпионата там году мама давай выясним один момент для людей которые не знают кто такой александр клепик такой пунктус пункта был первым тренером александра клепа это легендарный футболист белоруссии который играл в лондонском арсенале играл за барселона между прочим и так скажем каково это работать с таким статусным человеком кажется что такой статусный человек что на самом деле это очень легко они очень легкий обычные люди они с ними легко с ними проще работать они легко объясняют все проще и люди ну вот звезды вот тоже александр глеб мы с ним в кафе виделись это очень простой человек все вот они первым делом они люди они вот знаю что главное быть человеком а потом уже футболистом 7 проще так в прошлом сезоне в первой лиге белоруссии команда белшина занимает первое место и выходит высшую лигу как сложился сезон лично для тебя для меня начало сезона было удачным по середине сезона я получил травму и это выбило меня на месяц где-то чуть больше и дальше у меня тренер поменялся пришел другой тренер мой тренер который тренировал он ушел в другую команду ему предложили в команду высшей лиги за торпеда жодина беллаз и конец у меня сложился не в конце сезона неудачный сезон в конце получилось а так начал хорошо то есть и посадили на лавку после травмы я уже пока восстановился уже сезон закончится и тренер уже не видел мне который тренин пришел не видел меня уже в составе в сумме сколько матча это провел в чемпионате 14 или 15 я не смотрел я сейчас ну примерно 14 15 и так статистика за весь сезон составе белшины ты забил 4 гола слишком мало для нападающего это согласен в этом году основные голы забил товарищ тех матчах начать сезона когда сезон начался уже посередине сезона уже немножко уже на сайте клуба белшина нет твоей фамилии в списке игроков я был арендован арендован динамо минском был и конце сезона как все я вернулся динамо минск это означает что в следующем сезоне вероятность мало что ты будешь выступать в белшине пока нет такой вероятности где я буду играть сейчас пока это все решается если же ты не привезешь в аренду в другой клуб есть вероятность того что тебя будут подпускать к основной команде динамо пока у меня вот сейчас контракт закончился с динамо минском и пока решается в каком клубе я буду играть и то что я не могу сказать до тренера может он подпускать меня в основную команду или но я был в основе под под основой в динамо минске 2017-18 году тебе уже 21 не пора ли перейти эту стадию молодежки и дубля как ты сам думаешь я играл первую лиги я бы не сказал что там молодежный уровень это первая лига беларусь это очень это взрослые люди футбол играют да но один сезон а до этого этап перехожу уже по потиху потиху и так в молодежке динамо минск в качестве тренера фигурирует одно имя сергей гуренко и сергей гуренко желтую карточку вот когда гурен и вы красный красный уже успел все удалили мы знаем об этом что ковалевым вот честно по это с более сложная вещь ну вот еще дальше да даже зубович пытается остановить сергея гуренко давайте мы проследим что он собирается вообще собственно говоря делать очень уверенно направляется к арбитру можем недавнем прошлом входил в тренерский штаб сборной сербии я правильно понимаю каково это работать с таким человеком который например имеет огромный опыт за плечами и как футболист играл в локомотиве московском и в руме итальянском это очень здорово благодаря ему я во многом прибавил у меня уже ну футбол друг другое видение на футбол был этот тренер мотиватор то есть когда ты играешь на поле он за тебя он за тебя любого как-то убьет он кричит на лавке он на суде кричит из тебя чуть потолкнули то что играешь и ты знаешь что ты тренер за тебя может ну разговаривать и и ты хочешь за этого тренера играть и как игрок он до сих пор мы с ним 3 ну 3 не он с нами тренировался иногда это очень сильный защитник и как бы ему уже за 40 было у него еще этот резкость осталось он не любит проигрывать он постоянно разозлил он как выходил на поле злыми так я стал злой очень ты отмечал что гуренко является сильным мотиватором расскажи какой-нибудь случае когда у тебя так смотивировал что это дало результат я помню мы летом играли товарищеский матч рубином ну рубин как они мяч держит очень хорошо мы играем первый тайм я столько набегался что мне тяжело мне уже глаза двоились после первого тайма я вышел и тренер мне говорят ну что подготовить капельницу чтобы тебя прокапали и все там скорую вызвать у меня это так ну я настолько стал злым что мы вышли я два забил мы два один выиграли в итоге вышел он посмеялся и сказал молодец и он очень он может мотивировать человека и у него ну каждому свой подход я слышал что он однажды сравнивал тебя с мати чем нет это момент был мы играли в теннисбол с ним он пришел как раз после ну сборная играла сборный клуб сборные национальные страны играли и он пришел мы тренировались и у нас мы играли с ним теннисбол мы играли играли и он такой повернулся и сказал вот матч стоит 100 миллионов а в теннисбол играть не умеет вот лучше играешь ну может он пошутил где-то как но ты уже чувствуешь уровень какой-то что-то тебя сравнивать матч чем тренит тренирует матча и он не тебя тренирует через неделю я там вот это очень хорошее чувство это те дает уверенность и хочется еще раз дальше расти он от вопрос кто больше всех вложил в тебя становление футболиста больше всех меня вложил мой папа он всегда поддерживал меня как бы плохо не играл я он всегда мне говорит подсказывает как даже бывает бывал когда он приезжал ко мне он со мной отдельно оставался тренировался был у меня переломный момент когда у меня перелом ноги был в детстве это очень тяжелая травма и меня папа поддерживал всегда что если это цель то иди к нему а все остальные были против чтобы я играл дальше с такой травмой твоя семья была целиком против того чтобы ты становился футболистом да кроме папы все были против все говорили надо учиться футбол это временно 30 35 а что дальше только папа верил меня и он всегда говорил надо идти к своей цели если у тебя есть цель я буду поддерживать тебя всегда насколько я слышал ты даже не ходил на экзамены из-за простых тренировок ну это было раз это мы когда экзамен сдавали то ли это было седьмом или шестом классе я не помню точно просто я не понял дату экзамена и из-за меня переставили тренировку я утром вышел на тренировку мне звонит учительница и говорит что тем у тебя экзамен я подумал позвонил маме она сказала что надо идти на экзамен в итоге я пошел на тренировку а потом отдельно пересдавал один экзамен но ты ведь понимаешь что учиться тоже надо конечно учиться обязательно надо но большинство я больше любил тренироваться хорошо в одном сайте нашел очень интересную информацию смотри 2014 год кубок спартака матч динамо минска монако составе динамо минск играет мухаммад луиков а в основном составе монако есть одна очень интересная фамилия килиан мбаппе ты играл против мбаппе это полуда кубок спартака нас тогда вызвали это было были старше на год по моему да на год старше эти команды и 97 года я был 98 меня как раз взяли туда и несколько человек с 8 года взяли поехали там были такие команды как блэкбурн роверс которые в англии играют ну понятное дело понятное дело это юношеские команды блэкбурн был монако был краснодар и сам спартак и мы рапид вена еще играла в этой команде конечно там мбаппе я этого не знал еще я не знал кто такой мбаппе это потом как куда через два-три сказали что вот играл против вас мбаппе и это было на самом деле скажи честно блог хоть какая-то зависть что ты играл на том турнире и мбаппе через два-три года он звезда мирового футбола нет у меня зависти нет меня вот никогда никому у меня зависти нет бог всем да через что он заслуживает хорошо давай теперь оставим клубную карьеру теперь поговорим о сборной в прошлом году тебя начали привлекать к составу сбора таджикистана если быть точнее тебя сначала вызвали в олимпийскую сборную для прохождения сборов и матчей квалификационного раунда чемпионата азии до 23 лет и потом один раз в национальную команду но ты очень мало сыграл ну почти даже не играл да это значит тренер не увидел того футболиста которого ему нужен один момент а когда тебя вызывали был в процессе чемпионат белоруссии или нет нет у нас как раз сезон закончился и где-то недели полторы-две я был в отпуске у нас сезон закончится 20 ноября и я приехал 3 или 4 декабря каково было сидеть на лавке и смотреть за футбол это конечно тяжело это всегда тяжело но профессиональный футболист должен понять и принять это надо стремиться тогда что-то не так было можно что-то тренеру не понравилось ты на эту тему говорил с ул антоши мы с ним нет мы с ним разговаривали все хорошо я тебя вижу в сборной тебе надо немножко это мы с ним после игр поговорили в нас все конфликтов у нас не было то есть может это он во мне не видел того нападающего или футболиста который ему нужен в этом нет ничего такого плохого бывали момент когда ты хотел просто бросить футбол конечно бывали когда на замене был несколько со всеми футболистом даже не хотел не то чтобы не хотел бросить футбол хотел просто уйти и не тренироваться у этого тренера у нас появилась информация что федерация футбола белоруссии предложила тебе получить гражданство белоруссии да есть то есть они готовы ходатайствовать об этом да то ли ходатайство то что они рассматривают меня как игрока сборной молодежной может и будущем национальной сборной то есть ты что думаешь поэтому я пока ничего по этому поводу ничего не решил то есть я таджики я могу сказать но беларусь я провел я базовую школу беларусь получил футбольную школу все это волом я получил в основном белоруссии насколько сильно отличается футбол в таджикистане от футбола белоруссии скажем уровень чемпионатов я не играл тут я не могу так но ты видел я видел пару матчем может белоруссии там более крепкие люди они более физически подготовлены больше борьбы авто же киста нет борьбы тоже станет борьба но она не такая футбольная грязно хочет сказать где-то да потому что очень многие футболисты закончили за этого то есть сзади по ногам бьют постоянные драки то есть футбольная дисциплина чуть хромает в каких-либо эпизодах ты это все углядел были матчи я в детстве был на матче стихова ходил до этого очень большинство матчеров шанах у вас и стихова видео за пределами около футбола называется как могу сказать были у тебя предложения со стороны тазисках тазиских клубов прошлом транспире прошлом году когда я национально привлекся разговаривали насчет этой темы но у меня был контракт с динамом минском разговаривала со стихлом по этому поводу я хочу туда в европу дальше чтобы поднять имя заме таджикистана смотри преимущество нашего канала в том что у нас очень много инсайдеров и у нас есть достоверная информация о том что на связи выходили представители ташкентского локомотива который недавно в лиге чемпионов игрался стеклола и тебе предлагали перейти в бангладеш расскажи про эту ситуацию да и комментарии мне звонили говорили но я сразу категорически против у меня пока есть возможность я у меня есть цель я хочу играть в апл как говорил мой тренер сергей гуренко дорогу осилит кто который кто-то идет идущий осили дорогу я то есть я сейчас не буду идти к этой цели я будущем потом не могу себя понять не простить потому что не попытался твоя самая большая мечта играть манчестер сити почему манчестер сити это команда мой любимый клуб почему но манчестер сити это команда не самой большой истории в англии они творят историю прямо сейчас но в прошлом это был крепкий середняк англии вот и все я за них начал болеть когда они на последних минутах выиграли чемпионат англии на последних секундах даже и после этого не так растрогала что за душу взял и я душе почувствовал что эта команда она мне нравится я хочу там играть ты самый любимый футболист у меня таких любимых футболистов нету но мне больше то скажем твой идеал кому ты стремишься кем ты хочешь быть агуэра почему потому что он играет за сити то что этот нападающий он скоростной взрывной с ударом не очень хорошая голевое чутье у моего роста он показывает как что он может защитники защитники его не могут вытеснить он маленький но он крепкий и то что он показывает что даже с маленьким ростом можно играть центрального нападающего много ли ты знаешь о торжественном футболе честно немного кто по-твоему самый лучший таджикистан за всю историю за всю историю я не могу так судить за современную историю таджикистана с момента независимости ну это тоже ну как как тебе не нравится несколько игроков которые играют кто по ним побольше людей которые он забивают два сезона подряд он стал лучшим бомбардиром и сон играет хорошо очень хорошо с хорошим пасом много 0 день до уронов много дешевых тоже хороший бомбардир он играл даже возрасте он играет на уровне не нравится я так понимаю что ты до 2012 года не помнишь футболистов я смотрел ну я помню юсуфа бифа он как я следил за ним когда маленький был я следил за его действиями как нападающего ночью забивал он был там где надо для нападающего я смотрел за несколькими игроками в том числе какие планы в ближайшее время насколько я знаю уже сборы минского динамо начались и в апреле начался чемпионат да сейчас ближайшем будущем я поеду и пока вопрос решается и будем смотреть что дальше насколько я долго ты будешь в таджикистане неделю за ту неделю тоже сколько в душа бы месяц месяц ты поддерживаешься в форме да я постоянно бегаю тренируюсь надо поддерживать себя в форме всегда бы где-то мне 15-20 отдохнул и а так больше времени в тренажере провожу время в стадионе обычно поддерживаю форму тут беговая беговая работа иногда тренируюсь юношкой сборной подключаюсь с мячом где надо тут можно на скамейке чуть для для ногу совершенствовать для силы можно подняться все чтобы ты посоветовал молодым футболистов таджикистана которые хотят играть за границей вот как ты надо не бояться надо пробовать себя выйти из зоны комфорта будет тяжело но так добиваются успехов но каким себе пробивать дорогу потому что акцент и внимание на таких футболистов младше 18 лет не особо большой то есть спроса как такового нет что им делать надо показывать два часа же начали нас вызывать на турниры международный турнир и клубок развития тоже беларуси проходит наши юноши на чемпионат мира вышли это очень огромное достижение надо показывать себя в этих играх надо играть и чтобы кто-то заметил тебя только так то есть существует фактор удачи может получиться так что ты проведешь свой лучший матч но этого никто не увидит и может проведешь свой худший матч в карьере но это увидят все надо стабильно играть тренера всегда смотрят на стабильность тоже то один матч хорошо провел они будут следить за тобой сколько как ты играешь как это она стабильно играть в беларуси есть все таджикский футболисты наряду с тобой наряду со мной вот именно в минске не туда есть юношка динамо мисс к массу руки в мединов он в какой категории играет он сейчас дубли уже в дубли на то есть уже заметны проекты продвижения футболе таджикистана да уже несколько был по второй лиге тоже джан шайдмаксумов играл он в прошлом году вторую лигу беларусь они стали чемпионом с арсеналом держит если заглядывать на будущее далекое будущее каким ты себя видишь после футбола пока так далеко я не заглядывал если подумать если подумать можешь тренером буду может каким-нибудь бизнесменом но это пока я еще не задумывался об этом что касается образования у тебя есть высшее образование я учусь ты учишься на белорусском государственном университете нет у нас у нас учусь на национальном университете на заочном отделении да какая специальность экономист экономист и футболист нет предела совершенства могу сказать хорошо вообще ходил на занятия когда не да конечно тут срога очень надо ходить обязательно без этого никак как знаешь экзамены обычно как все люди как приходишь сдаешь экзамен мама спасибо большое за интервью я желаю тебе успехов не только на футбольном поле но и вне его я надеюсь что ты будешь достойно выступать не только в белоруссии в составе минского динамо но и в национальной сборной таджикистана и естественно всех успехов тебе уважаемые друзья на этом наш очередной выпуск подходит к своему логическому завершению следите за нашими выпусками и любите телеканал ваше до новых встреч пока и 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